Друзья, привет всем из Лондона! Наконец-то мне дали визу. Приехали мы с любимой на семинар Тони Роббинса. Семинар называется UPW, что в переводе на русский «Раскрой свой скрытый потенциал». Семинар будет идти 4 дня, на нем будут раскрыты все темы. Личный рост, здоровье, успех, деньги, личная жизнь. Короче, ребята, я уже замотивирован. Конечно же, вам расскажу все самое-самое сочное из этого семинара. Также сегодня мы будем ходить по углям. Я никогда еще не ходил по углям. Пишите, вы ходили хоть раз по углям? Мы уже подписали бланки, в которых указали, что мы берем на себя полную ответственность, потому что очень много людей обжигают ноги. Они там втыкают, останавливаются, фоткаются на тех углях. В Лондоне, кстати, ребята, очень холодно. Я вот одел уже две кофты, подготовился, шапку с собой взял, потому что на семинаре у Тони Роббинса тоже холодно. Потому что, чтобы максимально улавливать суть, вы должны держать свой ум в холоде. Нормально сказал, да? Короче, а к этим углям идти по холоду босиком где-то полчаса. Я не знаю, как это все будет происходить. И это будет, ребята, в 12 часов ночи. Я не знаю, как я это вам сниму. Если не получится это снять, потому что будет очень темно, говорят, что там запрещают снимать, я обязательно вам об этом расскажу. Короче, думаю, будет очень интересно. Огромное спасибо, что цените такие блоги. Приятного просмотра. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok И так, первая часть семинара завершилась. И теперь я хочу вам рассказать, что я узнал. Так что готовьте ручки и блокноты. Я уже, видите, охрип, потому что настолько прокачался, так орал. И вот всю информацию, которую я хочу вам донести, я ее выстраиваю так, чтобы она была понятна абсолютно всем. Видите, вот сзади меня лондонские автобусы. Сижу в самом центре Лондона. Итак, смотрите, почему одни люди добиваются успеха, а одни не добиваются. Есть три вида мастерства. Когнитивное, когда человек просто, просто вот понимает. Чтобы добиться успеха, нужно заниматься любимым делом, следовать за мечтой, никогда не сдаваться, бла-бла-бла. Да, это все работает. Но человек это просто понимает, но ни хрена не делает. Дальше. Эмоциональное мастерство. Когда человек, когда что-то делает, он чувствует, он испытывает эмоции, тогда это работает. И физическое мастерство это, когда человек проделывает это. Вот когда эти три вида мастерства у вас будут связаны между собой, когда вы будете пользоваться всеми видами, вот тогда будет успех. Потому что, смотрите, есть такие люди, да, которые говорят, я вам все знаю, да, это можно прочесть в книгах. Так почему же ты ни хрена не делаешь? Много знать, это не означает много зарабатывать. Знание, запомните, знание это не сила, ребята. Дело это сила. Если ты будешь много знать, но ты не будешь ни хрена делать, ничего у тебя не получится. Потому что, вот сейчас будет цитата, запишите ее, я эту цитату повторял в своих видео. Неуспешные люди знают, что делать. А успешные делают, что знают. Итак, запомнили, дело это сила. И к чему я подвожу? Чтобы что-то делать, нужна энергия. Вот почему Тони, блин, столько времени уделяет энергии. Потому что без энергии вы ни хрена не будете делать. Почему я хожу на эти семинары? Потому что я заряжаюсь там, у меня энергия. Я когда сижу на семинаре, я уже начинаю там писать в своей команде. Делаем так, делаем так. Блин, у меня появилась идея, я уже ее записал. Я пришел в отель, я открыл ноутбук, я уже внедряю. У меня появляется энергия. Вот эти вот все семинары, ребята, дают вам энергию. А откуда брать эту энергию? Сейчас, подождем. А откуда брать эту энергию? Из мотивации. Ты смотришь мотивационные видео, ты заряжаешься, у тебя появляется энергия, и ты начинаешь что-то делать. А люди говорят, мотивация ни хрена не важна. Я вам отдельно запишу видео, что мотивация это самое важное. Потому что мотивация дает вам энергию. Энергия дает вам дело. Дело дает вам результат. Все, ребята. Когда смотришь видео Тараса, то хочется что-то делать. Весь контент на канале построен на том, чтобы действовать. То есть очень много мотивации. Кроме того, он так увлекательно рассказывает о каких-то вещах. Например, рассказывает о книге. Как она ему помогла что-то осознать. То сразу же хочется тоже взять и это сделать. Прочитать книгу. Что конкретно у меня произошло? Во-первых, я начала читать книги. Хотя я их не читала. Я считала, что я не люблю читать. Мне это неинтересно. Также я хотел бы отметить чтение. Важность чтения. Это все говорят. На сцене все об этом говорили. И Доня об этом говорил. Читатели это победители. Чтобы мыслить, как успешный человек. Да, вот есть ребята, которые говорят. Тарас, у меня нет нормального круга общения. Читайте биографии успешных людей. Когда вы читаете биографии успешных людей. Доня так говорил. Вы начинаете мыслить, как этот человек. Ты начинаешь жить его жизнью. Ты представляешь те события, через которые он проходил. Ты чувствуешь то, что тот человек чувствовал. И это будет делать вас сильнее. Читайте только полезную литературу. Вот биографии миллионеров, миллиардеров. Это то, что я вам советую. Это все, все ребята там советовали. Еще очень важная вещь. Когда вы чего-то достигаете, да. Наука достижений должна быть связана с искусством самореализации. Это очень важно. Когда вы чего-то достигаете, вы должны самореализовываться. Я сейчас объясню. Смотрите, чтобы достичь какой-то цели. Самое главное. Я вам уже говорил. Любимое дело это фокус. Фокус. Всю энергию на одно любимое дело. Второе. Это постоянство усилий. Но вот здесь люди попадают в ловушку. Они делают, делают, делают. У них позитивное мышление. У них хорошая, например, команда. А ничего не идет. Почему ничего не получается? Потому что нужно эффективное выполнение. Эффективное. Например, если я вам скажу. Вот вам карта Москвы. Найдите там мне речку Днепр. И какое бы у вас не было позитивное мышление. Какая бы у вас не была команда. Вы на карте Москвы не найдете реку Днепр. Понимаете? У вас не та карта. Хоть вы супер продуктивны. Вы работаете день и ночь. У вас позитивное мышление. Но это вам не поможет. Потому что не тот план. Потому что не та карта. Так что нужно эффективно выполнять. Не тупо вот делать, 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 делать постоянно. Ни хрена не получается. Эффективно нужно делать. Вот это вот очень важно. И третье. Это благодать. Благодарность. Я до Тони Роббинса знал, что благодарность это самая лучшая сила. И Тони это понимает. Такое чувство. Вот я сижу на семинаре. Да, я уже многое знаю. Но я понимаю, что я на правильном пути. И такое чувство, что Тони Роббинс, блин, меня копирует. Смотрите. Как я классно сформулировал. Если ты неблагодарен, если ты неблагодарен, запишите это. Если ты неблагодарен, ты видишь все ограниченным образом. Еще раз. Если ты за что-то неблагодарен, ты видишь это ограниченным образом. Что это значит? Например, есть возможность, но ты за эту возможность неблагодарен. И ты из этой возможности максимум не выжмешь. Ты не увидишь весь потенциал этой возможности, понимаете? Это очень сильная мысль. Если ты неблагодарен, ты видишь что-то ограниченным образом. Это очень важно. И теперь про самореализацию. Запишите, пожалуйста, эту фразу. Успех без самореализации – это самый громкий провал. Запомните это. Если ты делаешь счастливыми остальных, но сам несчастлив, это самый громкий провал. Смотрите, ребята, Тони Робинс привел в пример Робби Уильямса. Все знают Робби Уильямса. Все восхищаются его фильмами. Он говорит, в какой бы я стране не говорил о Робби Уильямсе, все о нем позитивно отзываются. У него самые были лучшие фильмы. Этот человек заставлял улыбаться абсолютно всех. Но этот человек повесился. Он повесился. Он был несчастлив. Вы представляете, когда ты делаешь счастливым всех, он рассказал историю его жизни. Как он хотел всего добиться. Он сказал, я сделаю это, сделал. Я сделаю еще что-то, сделал. Он всем хотел угодить. Он всех хотел сделать счастливыми. Но он не сделал счастливым себя. И все, и он повесился. И он оставил семью, оставил детей. Вот представляете? Так что еще раз успех без самореализации, ребята, это самый громкий провал. Ребята, смотрите, информации очень много. Сейчас я вам хочу донести базовые мысли. А так я буду записывать отдельное видео, потому что я не смогу вам 4 дня пересказать за 20 секунд. Попросту не смогу. Так что вот это все, что я вам сейчас говорю, это просто базовые мысли. Просто улавливайте суть. Смотрите, мы будем говорить. Я запишу отдельное видео, как добиться абсолютного счастья. Что я сейчас практикую. Вот последний год я вот практикую в себе состояние абсолютного счастья. Когда ты благодарен абсолютно за все. Первое, что нужно сделать, во-первых, это решиться. Но, смотрите, лузеры, неудачники, они реагируют. Они всегда реагируют на обстоятельства. Они страдают. Они стоят заложниками обстоятельств, ситуаций. А победители всегда решают. Они предугадывают. Они сами это состояние меняют. Вот есть какая-то ситуация, они ее изменяют. Они ситуация меняет их, понимаете? В чем суть? Дальше. Есть такое правило 90 секунд. Это когда случилось что-то плохое, какая-то большая проблема у тебя. Ты перекрываешь эту проблему благодарностью. Ты ищешь решение и говоришь, я благодарю за то, что случилось. Что я могу сделать, чтобы выйти из этой ситуации. И не концентрируешься на проблеме. Потому что многие люди, все, проблема, им плохо, они страдают. Они страдают. А страдания проблему не решат, понимаете? Ты сразу же меняешь фокус. За 90 секунд это нужно сделать, конечно же. Вот так вот сразу вы не сделаете это. Может вам понадобится там 9 минут, 9 часов, 9 дней на это, чтобы какую-то проблему перевернуть. Чтобы взглянуть на эту проблему, ребята, под другим углом. Если ты живешь вот в этом прекрасном состоянии, ты будешь счастлив всегда. Потому что, как он говорил, Тони Роббинс, вы любите сюрпризы? Все там подняли руку. Да, мы любим сюрпризы. Он говорит, ни хрена. Вы любите только те сюрпризы, которые хотите увидеть. А те сюрпризы, которые вам неприятны, вы называете проблемой. Давайте наведу пример. Приходит там дочь к матери и говорит, мама, я беременна. Сюрприз? Это же ребенок, это классно. Но для мамы это проблема. Например, она не хотела ребенка там от того мудака. Ну вы понимаете, да? Дочь ее где-то там залетела, все, это проблема. Но когда ты будешь переживать, когда мать будет в депрессии все время, она не решит эту проблему. Нужно перевернуть ситуацию. То есть сюрприз. Ребенок, это же хорошо, да? Но видите, в каком обстоятельстве этот сюрприз произошел? Это очень важно. И этому вы не научитесь за 9 секунд. Вы этому не научитесь после моего видео, вы понимаете? Это нужно практиковать, практиковать, думать о возможностях, думать, а что можно сделать, вместо того, чтобы все, все плохо, жизнь потеряна. Это очень важно. Вот что отличает победителей от лузеров. Если ты будешь видеть в окружающей среде больше красоты, больше позитива, больше возможностей, больше решений, ты будешь их притягивать в свою жизнь, ты будешь эти возможности находить. А если ты будешь везде видеть дерьмо, негатив, страдания, смотришь новости, плохо, 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 везде плохо, ты будешь находить это дерьмо. Смотришь на мир и находишь только дерьмо. Ищешь красоту, находишь красоту. Как я уже говорил, если ты на что-то злишься, если ты неблагодарен, если ты раздражен, ты смотришь на эту вещь ограниченным образом. Ты ничего не видишь, только дерьмо. Нужно менять мышление. Так что вместо того, чтобы страдать, возьмите за привычку благодарить. Я вам приведу очень крутой пример. Смотрите. Этот пример привел Тони Роббинс. Летели они как-то в самолете в Австралию. И давно, не знаю, когда это было, и тогда на самолетах еще не было Wi-Fi. И на каком-то самолете они сделали Wi-Fi. И первые в мире они сделали Wi-Fi. Выходит стюардесса и говорит, ребята, у нас есть Wi-Fi. Вы можете первыми в мире в самолете воспользоваться Wi-Fi бесплатно. Все начали радоваться. Подключились все к Wi-Fi, подоставали там телефоны. И что случилось? Через 9 минут интернет пропал. Как вы думаете, какая была реакция людей? Блин, мудаки, ничего нормально не можете сделать. Лучше бы вообще его не давали. Блин, я то не успел, я то не успел. Люди поблагодарили, что они первыми в мире воспользовались Wi-Fi в самолете. Что им была дана возможность посидеть в интернете хотя бы 9 минут, зайти там, отписаться. Нет, ни у кого такой возможности не было. Казалось бы, да, они должны быть благодарны за эту ситуацию, но ни хрена подобного. Они начали там материть всех, какого хрена, что это за самолет. Это самые худшие авиалинии. Они первыми дали вам Wi-Fi. И для людей они стали уже самыми худшими авиалиниями, потому что не работает Wi-Fi. А до этого ни у каких там авиалиний не было интернета. Вот представляете? Вместо того, чтобы хейтить, благодарите, благодарите за то, что вы хотя бы попользовались этим Wi-Fi 9 минут. Если касательно примера говорить. Понимаете, да, о чем я? Еще ожидания, они убивают радость. Запомните, никогда ни от кого ничего не ожидайте. Когда вы ничего, ни от кого не ожидаете, жизнь станет проще в миллион раз. Вам будет по барабану. Вы сделали доброе дело. Все, ничего не ожидайте. Вы поехали в поездку. Не ожидайте от этой поездки. Просто кайфуйте. Наслаждайтесь тем, что есть. И все. Итак, я на этом буду заканчивать. Это основные моменты, которые я выделил с первой части. Мы очень много говорили. Мы это все разжевывали. Это я просто вам вот в двух словах пересказал, можно сказать. Сейчас я иду готовиться к хождению по углям. И расскажу вам, как это было. Погнали. Так, друзья, сейчас идем ходить по углям. Все уже разделись. Все идут лосиком. Это люди по максимуму заряжаются. Говорят, да, 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 я смогу это сделать. Короче, самое важное здесь, самое важное, чтобы не обжечь ноги, это войти в правильное состояние. Если ты не войдешь в это состояние, или угли застрянут между пальцами, ты можешь это все обжечь. Сейчас 6 градусов примерно. Идем по цепям по ледяному асфальту. Хочу поскорее на угли зайти. Короче, друзья, прошлись мы по углям. Что вам сказать? Это самое-самое беспонтовое, что есть вообще в мире. Я не знаю, я много пробовал всего экстремального, но это вообще не страшно. Углей этих, они маленькие, их там 2 метра. Ты делаешь 3 шага, и все, и ты уже не на этих углях. И то они как-то так были разбросаны. Я старался идти прямо по этим углям, там, где их было больше всего, чтобы почувствовать хоть какой-то эффект. А состояние здесь важное, считаю, где-то на процентов 10, потому что в основном, я думаю, самую главную роль здесь сыграло то, что мы шли полчаса по холодному, блин, асфальту. И ты уже идешь, как будто уже по углям. Понимаете, здесь тонкая грань, холод и тепло. Плюс асфальт не гладкий, он такой рифленый, ты идешь, тебя покалывает. То есть по углям даже было ходить лучше, чем по асфальту, я вам так скажу. Так что самое было неприятное, можно сказать, это вот находиться полчаса на холодном асфальте. Короче, полная параша эти огни. Плюс, когда ты проходишься, делаешь эти 3 шага, тебя там со шланга обмывают. Сотрудники ноги обмывают. Ну, в принципе, это все. Короче, я очень расстроен. Просто самое страшное для меня из экстремальных видов это прыжок вот с вышки на веревке, когда тебя за ноги привязывают. Все, ребята, сейчас буду прыгать с вышки. Первый раз было очень стрёмно. Второй раз так же. Я думаю, самое страшное будет прыжок с парашютом. Я, кстати, себе поставил цель в этом году обязательно прыгну с парашютом. А угли это самое-самое... Я бы даже не сказал экстремальное. Оно никакое. Это просто параша полная. Я расстроен, честно говоря. Просто мне рассказывали, будет длинная дорога, будет 10 метров этих углей. Я думаю, я буду такое идти в походке Макгрегора, знаете, потому что Тони Робинс говорил, чтобы не обжечь, а вы должны идти в этом состоянии, иначе 100% обожжетесь. Да там вообще никто не должен обжигаться на тех углях. Короче, первый день закончился. Я думаю, вы для себя вынесли с этого блога очень много полезной информации. Я всем этим пользуюсь, но когда про это говорит Тони, меня это мотивирует, я понимаю, что я на правильном пути. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Огромное спасибо, что цените такие видео. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Дальше будет еще интереснее. И обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok